Лето – самое долгожданное время для детворы. Уроки позади, впереди три месяца веселья, приключений и новых впечатлений. Родители стараются разнообразить свободное время детей. Здесь и поездки в гости к бабушкам, дедушкам, и отдых на море, и лагеря пришкольные и выездные. Курсантам обороны спортивного клуба «Ратник» повезло вдвойне. Ребятам предоставилась возможность на 21 день окунуться в атмосферу армии, испытать себя и научиться чему-то новому. В дорогу курсантов провожал наш корреспондент Татьяна Акимова. На месте! Стой! Раз, два, налево! Курсанты обороны спортивного клуба «Ратник» – постоянные участники военно-спортивных игр, патриотических мероприятий. Кое-кто из них уже побывал и на вахтах памяти, ведя раскопки на местах боев времен Великой Отечественной войны. Но в такую длительную командировку все отправляются впервые. На три недели ребята окунутся в настоящую атмосферу российской армии. Ведь военно-спортивные патриотические сборы в зоне особого внимания проводятся на территории учебного центра 106-й дивизии имени 40-летия ВДВ под Тулой. Эти сборы многому научат мальчишек. Помогут в первую очередь, наверное, жить в коллективе, в мужском коллективе. Некие навыки будут привиты в службе в армии. Дисциплина. Ну и отдых. Научат их укладывать парашют, научат, будут у них стрельбы обязательно. Возможно, покатают на боевой технике. Ну где еще пацану 14 лет, там 13, это можно сделать. Курсанты «Ратника» настроились на поездку весьма решительно, планируя получить от нее как можно больше. От этих сборов я хочу узнать много нового, новые знакомства завести. Я думаю, будет интересно. Мне, в принципе, нравится идея сама вот этих больших сборов, поскольку они сплачивают коллектив довольно-таки хорошо. И коллектив становится дружнее, так скажем, внутри. И это помогает возрастать патриотизм души детей. Вообще не страшно, но есть предчувствие, что будет очень-очень интересно. Я буду немножко, конечно, скучать по родителям, но так долго не буду скучать. И, ну, конечно, там будет интересно. Как самых настоящих новобранцев проводить курсантов пришли родители. И мама, и папа были очень растроганы и, конечно, переживали за своих мальчиков. Я, конечно, возлагаю большие надежды на то, что он будет себя, проявит себя со всей своей хорошей стороны. Что он закалится, научится многому-многому интересному, проведет время с пользой. Очень волнует, что вот они такие маленькие и вдруг поехали. Ну, может, не маленькие уже, но они для нас маленькие всегда будут. Ну, опять же, я думаю, что наставники там будут все в порядке. Ну, и ВДВ вперед, что я могу сказать. Среди ребят, которые отправляются на военные сборы, и мой сынишка, он самый младший курсант. Конечно, как и все родители, я буду очень переживать, каждый вечер ждать его звонков. И с особым нетерпением буду ждать писем. Эта поездка стала возможна в том числе и благодаря спонсорской помощи военно-исторического центра «Мы помним», который базируется на территории усадьбы Тимохова-Саласкина. Мы действительно искренне хотим возродить усадьбу в ее компоненте военно-историческом. Чтобы ДСАФ был ДСАФом, как он всю жизнь здесь был. Ну, может быть, просто под другим названием. Но уже 80 лет на этой территории, где мы с вами находимся, и где находится Тимохова-Саласка, уже где-то 80 лет военно-патриотическое, спортивно-техническое воспитание молодежи – это приоритет. И мы просто возвращаемся. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.